Продолжение следует... Сегодня у нас два участника. Это Дима Забыларинцев, его имя гравюра вылетит в экспозиции. Игорь Селезнев, его скульптура. Но его, к сожалению, к великому сожалению, не будет скульптур. Но он что-нибудь скажет. — Господа, я хочу начать свое выступление со словословия «Открытому клубу». Извините. Потому что, ну, какое же потрясающее все-таки это пространство. Я когда получила материал для статьи, я получила фотографию Ленинграды Пулавинцева и скульптур Селезнева, я так села и думаю, интересно, а как же это будет? Тут вот как бы даже совершенно два разных месседжа, два разных высказывания. Тем не менее, они прекрасно здесь как-то подружились и организовались в это пространство. Замечательно, да? И прекрасно, Катя. Просто вот замечательно, по-моему. Очень удачная экспозиция одна по другой. А что касается работ, которые мы видим, знаете, это вот такой, по-моему, это такое свидетельство о том, свидетельство о том, что мастерство, вот оно вечно, и оно всегда будет нас каким-то образом оплодотворять. Когда мы в советские времена видели много гравюр разных, то мы уже так через губу на них смотрели и говорили, ну и что? Сейчас этим занимается так мало людей, что мы уже готовы благодарить автора только за то, что он хотя бы это делает. Но вот сейчас я посмотрела, у Булавинцева есть тайна в работах, есть какое-то приглашение во внутрь этой реальности. Это же очень здорово, это интересно. Это в этом хочется быть, в этой какая-то такая, вроде бы такая и классика линогравюры, да, и школа чувствуется, и одновременно есть какая-то странная удаленность от всего этого и желание нас втянуть вовнутрь этой композиции, да, а самому выйти из нее. И здесь взгляд вот так вот автора, он очень динамичен. Автор тут-там, то есть здесь, здесь очень все это сложно посмотреть, вот какие сложные изображения и композиционно насыщены. Ну и на этом фоне, таком очень многоговорящем, я имею в виду фоном линогравюры, да, вот эти лакомичные вещи Селезнева, такие мур такой, да, русский мур, но ведь это же тоже очень важно, как русская культура 20-21 века усваивает новый язык, новое искусство. Поэтому я поздравляю Артур с замечательной экспозицией, поздравляю Тени со замечательной экспозицией, я поздравляю всех нас, что мы имеем возможность... Ну, пожалуй, тоже без микрофона скажу, могу подтвердить слова, что это пространство мне тоже очень нравится, я вот и здесь время от времени появляюсь, правда, нечасто и по каталогам тоже, что те художники, которые здесь выставляются, хорошо, что это есть. По экспозиции хочу сказать, здесь нет самых последних работ за 18-17 год почти ничего, это отдельная тема, которую пока показать не готов, то есть это все некоторая ретроспекция от меня, ну, с тех пор и мое видение, и там проблематика, которая интересует, некоторым образом успели измениться. Первый зал — это работы, посвященные моему родному городу Воронежу, я там всю жизнь живу, это среда питания, которая невольно влияет, ну и находит отражение в творчестве. Вот этот второй зал, это так получилось преимущественно тема, посвященная путешествиям, какие-то такие впечатления, которые были отображены визуально, но тоже не все вошло, но по планировке так лезло, что из-за чего-то пришлось отказаться. Почему линогравюра? Воронеже, ну, он большой, а так все очень компактно, графикой особо никто не занимается, гравюра, она, ну не побоюсь этого слова, в техническом плане примитивна, для этого ничего не надо, нужна просто доска из твердого плоского материала, который можно резать чем угодно, вплоть до канцелярского ножа, печатать можно элементарнейшими масляными красками, и лодкой, самая обычная лодка, но это примитивный способ. Для того, чтобы заниматься афортом, нужен станок, с этим проблем нет, а вот травить большие доски, это целая огромная мастерская, техническое оснащение, которое трудно потянуть, в Воронеже у этого нет никого, если кто-то из старых мастеров, кто выставляет афорты, они уник датируются то самым 90-ми годами, то когда уже 90-е выставлять стыдно, то же самую работу, вот в 2000-м датируют. Литография тоже требует оснащения, мастерских самих камней, ну, а по выразительным средствам, она близка к рисунку, если не братья к автору, которые занимаются фотографией постоянно, а рисунок после графики в материале уже как-то не интересует, это так и занимается, как что-то легкое повседневное, ну, как-то выразительная работа. Вот, поэтому линогравюра. Ну, а почему черно-белая? Некоторые работы я сразу закладываю, чтобы можно было отпечатать в одну доску черно-белыми, или где-то делать подпечатки цветом, но вот здесь этого нет, это более поздний этап, хотя тут что-то из этого тоже так мыслилось, а потом напечатав черно-белые, я понимаю, что уже полностью достаточно, и, в общем-то, можно обладать и без этого. Ну, может быть, здесь есть пооставление, не знаю, ну, как-то так. Вспоминаю работу Гория Захарова Радова над Уссольем, кто-нибудь может быть знает. Да. Да, ну, я видел его тоже у вас на сайте в числе опыта. Радуга, которая черно-белая, лично для меня, она бесконечно цветная. То есть попытка внести туда цвет механическим способом, она как-то все просто приземлит, притянет за уши на землю. Так что отсутствие цвета, это и есть бесконечный цвет. Ну, лично мою. Никому его не навязываю, ну, так-то так. Мне достаточно, я сам не считаю это мрачным, черным. Ну, собственно, все. Добрый вечер. Я уже Дениса потерзала. Вот он начал с того, о технике, о том, что и как он в своем поспоре. Но он мне сказал о самом главном, о том, что вдохновило его на это. Вот это, на эти изумительные совершенно работы. Я в этом пространстве уже не первый год и каждый раз удивляюсь многообразию и творчеству и молодых, и уже зрелых художников. Все новые, все не новые, все разные. Казалось бы, мы видим все одними и теми же глазами. И тем не менее, все это разное. Все это впечатляет. Я не специалист. Я говорю только о своих эмоциях. Эмоции, ну, захлестные. Вот сказали, а будем и захаживать, да? Даже как-то неловко, потому что у меня дома перед глазами висит его работа. Понимаете? Сродный период. Ну, не важно. Дело не в этом. А дело все в том, что на каждой выставке, и вот в данном случае я пришла и увидела, когда Денис, молодой совсем, ну, молодой, молодой, да. И у него уже такое видение, такое многообразие. И видит он же, это же не фотография. Вот он говорит, как он это делает, но что он делает, и какой душой и сердцем это делает, это только мы уже видим вот по очи. Ну, я не могу говорить точно обо всем, но скажу опять же стихами Блока. Но ты, художник, твердо веру в начало и концы. Ты ждешь, знай, что ждет нас ад и рай. Тебе донос безмерные меры измерить все, что видишь ты. Да будет взгляд твой тверд и ясен. Смотри все лишние черты, и ты увидишь мир прекрасен. Спасибо большое. Да, отказаться от лишнего и вводить самую суть это тоже. Талант, особенности видения, что когда каждая деталь кричит, просится, говорит, возьми меня, и меня тоже, и я хочу, и все они кричат, и попробую из них сказать, нет, только вот это, а от всего остального отказаться, это тоже непросто. То есть нужно, чтобы выхватывать, что главное, это тоже через себя переступать, от чего-то отказываться. Еще, когда гравюра и печатная графика были наиболее актуальной формой художественного воплощения, не знаю, может меня поправить, может быть, дополнить, так называемый стампный бум с 60-х годов, начавшись. Там, естественно, были исследования, много всего было написано, и в одной из книжек была хорошая фраза, что бывают художники-дети природы, которые непосредственно, что вижу, то и крашу. То есть нужно конкретное визуальное впечатление и его отображение на месте. А есть художники-внуки природы, которые этим довольствуются, но уже его глубоко перерабатывают, вот этот непосредственный толчок, он для работы уже не может поддерживать. С тех пор, наверное, появилось еще множество художников, которые отображают исключительно свой внутренний мир, извините, и которым природа не нужна вообще. Ну, я балансирую где-то между первыми и вторыми, где-то нужно необходимое непосредственное впечатление, которое является основой, то есть может где-то там в голове или на задорках сознания крутиться долго-долго, потом удивляется выход, а где-то бывает тема такая уже изначально рациональная, для которой уже потом нужны какие-то постановки, натура. Ну, вот здесь, наверное, все-таки больше представлены именно работы, которые с натурой все-таки. То есть как бы глубоко оно не было переложено, но это все надо было здесь. В заключении, наверное, что это с одной. Ну, как это? Спасибо. 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 Друзья, выставка будет работать в одном неделе, приводите друзей, детей. И там лежат открытки с работой Мегариса, Леснева и Дениса. Пожалуйста, возьмите себе все. Спасибо. 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 Спасибо.